Это похоже на увлекательную игру. Маленький пациент переставляет фигурки в сказочном городе, а психолог понимает, есть ли у малыша проблемы. Вот так выглядит совершенно бесплатный прием медицинского психолога в детской городской больнице. Одним помогает обычная беседа, другим положен курс лечения. Татьяна Хисматулина, единственная в Нижнекамске, владеет приемами испанской школы кинезиологии, техника Резет. Это мощная перезагрузка снятия блоков с мозговых долей, которая помогает наладить в том числе и родительско-детские отношения. Есть очень хорошая техника, которая позволяет наладить отношения детско-родительские. Это когда мама находит время, ребенок просто садится на диван, а мама просто ставит ему руки под ноги. Честно. Прямо так, стихи. Кроме того, техника Резет лечится НРС, нейродермит, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И практически все приемы заканчиваются объятиями, которых так не хватает многим современным деткам. Притом не только материнских, но и крепких отцовских. Очень часто папы спрашивают, как я подойду, такого лба обниму. Да очень просто. Этот лоб, он только кажется, что он взрослый большой мальчик. Внутри-то у него сидит маленький мальчик, ребенок, который хочет еще залезть на ручки, пообниматься с папой. Вот объятия отцов, они очень важны. Потому что мама – это мама, мама – это всегда, это тепло, уют, это комфорт. А папа – это что-то такое недосягаемое, это высокое. И когда папа обнимает и спускается до уровня ребенка, это необъяснимое ощущение. Еще один совет от психолога. Ребенка нужно любить и принимать таким, какой он есть. Тогда в семье будет доверие, и сын или дочь не будут искать утешения в наркотиках или других вредных привычках. Притом основы закладываются уже в дошкольном возрасте. Не делайте за ребенка кумира. Не делайте из него царя и бога совсем. То есть ребенок должен иметь какую-то ответственность в семье, какие-то должен выполнять посильные поручения в семье. Ну, элементарно чашки убрать со стола, да? Что касается школьников, то здесь главное с наказаниями не переборщить. Ругать ребенка можно, но не за то, что он какой-то не такой, а за конкретные проступки. И хвалить в семь раз чаще, чем критиковать. А к двойкам относиться спокойнее. За пятерку что говорят? Молодец. Иди кушать. Или что-то еще. А за двойку что происходит? Ремень? Это даже не ремень. Это минут 10-15. За что? Почему? Как так произошло? Почему у тебя... Почему Вася смог, ты не смог? Почему ты не выучил? Почему ты не сделал? И вот эта вот гора почему на ребенка сваливается? Потому пятеркам даже по рисованию и физкультуре нужно уделять гораздо больше внимания, чем двойкам. Евгения Корбакова, Максим Липин, Новости НТР.